итак дорогие друзья все собираемся на урок собираемся на урок сейчас будем изучать мудрость царя соломона вообще самую высшую мудрость выше ее нет вообще главное чтобы понять его потому что когда когда что-то изучают что это как почва знаете бывает классное зерно вообще такое зерно осеешь ее в песок она не прорастает а бывает средненько зерно сеешь его в чернозем в такой хороший и она дает урожай и бывает что зерно еще когда ты сеешь зависит еще очень сильно от того насколько ты потом убираешь вредителей да потому что хорошая всегда зерно идут вредители и погода тоже важная важный фактор погода тоже важный фактор то есть получается что вот мы сейчас изучаем например да самую великую мудрость которая только есть это как зерно которая оба она входит в голову то что там на сегодня есть это как почва и те знания предварительные тем те уже установки по которым человек живет это все как почва и или это знание она может туда прорасти или не может это первый параметр второй параметр вредители то есть вокруг полно вредителей вокруг тут мы значит тору учим а тут дальше бак там сериалы какие-то значит ну там куча всего в мозге до человека пытается встроиться потом это как вредители до которые есть знания очень вредные погодные условия погодные условия это вообще где ты живешь какую ты находишься эпоху в стране вот менталитет вокруг да потому что абсолютно разный менталитет у людей в америке и у людей в украине у людей в россии и у людей в монголии то есть в монголии например ну вот я не был в монголии но мне кажется что там именно хорошо было бы тоже учить потому что как бы день ничего не мешает ты сидишь ветер дует в юга юрта костер и ты сидишь это сама до ближайшего зубного врача 100 километров ехать например на коне а врач зубного тоже в юрте принимает и там кроме туда кроме тора нечего делать хорошо друзья все мы начинаем мы продолжаем изучать четвертая глава есть ссылочка чтобы те кто только присоединились и ссылка можно посмотреть все предыдущие отрывки может хорошо продвинулись мы сейчас находимся на 14 отрывки 14 отрывок четвертой главы здесь царь сам он нам предупреждает как раз а внешних вредителях он говорит друзья говорит но не друзья как ученики он все-таки но самая высшая мудрость да мы не друзья ему а ученики вода начало нам говорит так в тринадцатом отрывке до 14 14 город решаем аль того по пути злодеев не ходи то есть по пути злодеев не ходи в альте ашер бедер и краем и не оставайся на на путях злых тоже не ходи то есть не будь как бы два раза повторения значит б орах есть порах а есть дырых орах это тропинка а дырых это путь значит но мы уже знаем что когда он говорит тропинка это что-то более детальное более частное а путь это это более глобальное и мы видим здесь различия есть злодеи а есть злые вот интересно и злодей раша а есть раим плохой какая разница между мальчиш плохиш плохой и злодей значит раша это человек который совершает злые поступки ну плохие поступки он может быть внутри даже и добрый но он по каким-то причинам в этот момент он совершает что-то плохое и но он может исправиться это раша а есть люди которые злые люди которые они по сути свое зло то есть они производители зла в этом мире то есть люди которые они не производители зла они отражатели зла например да то есть он что-то выучил плохое и он думает что это хорошо но он действует плохо это отражатель зла он внутри хороший человек а есть люди которые производители зла вот он такой маньяк чикатило который просто он создает зло и вот интересно как идет эта цепочка есть производители зла они производят зло. Потом это зло идет и обычные люди, они отражают зло. Они просто, ну там, ему надо было наступили. Он два раза наступил. Ну, то есть, он ответил просто. Как не ответить, если ему наступили? Есть люди очень добрые, цадики, которые они поглотители зла, которые зло это берут и его они отдают дальше. Как Хафицкаем, который у него украли кошелек, и вор убегает, а он ему кричит, а я тебе подарил. Он говорит, ты зло не сделал. Оп, он погасил этот разряд зла, да. То есть, нету зла в мире. Он переформатировал, все, я тебе подарок сделал. Беги, значит, тебе, значит, нужнее. Раз ты готов рисковать ради этого кошелька, готов сесть в тюрьму, значит, у тебя реальная ситуация в жизни сейчас, ну, похуже, чем у меня. Значит, бери себе этот кошелек, будь счастлив. Или Тора нам говорит, не мсти и не будь злопамятным. То есть, нормально человек, как он реагирует? Тебя, значит, наступили на ногу, надо отомстить. То есть, как это не отомстить? Это нормально. Это как бы природа человека. А Тора нам говорит, не мсти. Он наступил, он тебе сделал зло. Если ты сейчас его простишь, в этот момент, то ты создаешь реальность у себя в голове и в жизни, по которой написано, тот, кто переступил через свои качества, ему с неба прощают все его грехи. То есть, ты создал такую реальность, ну, которая это неестественная реальность, да, простить, когда тебе наступили на ногу. Тора нам говорит, не мсти. Пускай. То есть, если он сделал зло, и ты ему не ответил, то он создал вот этот вот все равно разряд зла, который на него вернется. Ты можешь не переживать, спокойненько. То есть, ты можешь как бы простить, но... но... но не переживать, что ему зло вернется. Я не знаю, или это является полным прощением, или нет. Это вопрос. Потому что там же в Мишле написано, что... Нет, это в Пертеводе есть такая Мишна, что не радуйся, когда твой враг упал, потому что... потому что Бог от него, если ты будешь радоваться, Бог от него отвердет свой гнев и на тебя повернет. Или не, не написано, на тебя повернет. Что если не радуйся... То есть, когда упадет твой враг, пусть не радуется твое сердце, и Бог... А то Бог от него отвернет свой гнев. То есть, как бы своей радостью ты уже с него снимаешь гнев поэтому тут лучше когда говорится не мсти просто не мстить не будет злопамятное что такое нам приводит прямо это есть в законах эти сушу хана рук он говорит так что если человек что такое не мсти что такое не будь злопамятным не мсти это человек пришел тебя попросил у тебя молоток ты у него попросил молоток он тебе не дал потом он приходит тебе за отверткой а ты ему говоришь ты мне не дал молоток я не дам отвертку это называется не мсти то есть по торе то что он тебе не дал молоток он поступил неправильно но то что он сейчас у тебя просит отвертку не основания что он тебе не дал молоток не дать ему отвертку то есть если ты ему дашь это будет доброе дело если ты не дашь не будет доброе дело но если ты ему не даешь потому что он тебе не дал то ты еще и нарушил подстава то есть я два раза подставил не дал тебе молоток а когда ты мне дал отвертку ты еще ему попал второй раз на небе себе баллы сжег. Представляете вообще? Вообще сложная ситуация. Нас Бог ставит. Именно реально преодолеть себя надо. Что такое не будь злопамятным? Прям запрет истории. Ты у него просил молоток, он тебе не дал. Он к тебе приходит, говорит, дай отвертку. Ты ему говоришь, смотри, я тебе отвертку даю, несмотря на то, что ты мне не дал молоток. Опять он тебя подставил, опять ты попал на баллы, и это называется злопамятство. То есть ты ему вроде не мстишь, но все равно попал, да. Очень сложно, очень сложно. Значит, смотрите, здесь написано так, что так вот садики, они гасят все зло, они, именно написано в заслугу этих праведников существует мир. То есть есть источники зла, а праведники его гасят, гасят, создают добро, запускают волны вот этих вот добра, там все время они что-то для кого-то делают. А идет обратная реакция. То есть, например, человеку бах, кто-то улыбнулся, у него хорошее настроение, он еще три раза улыбнулся. Человеку кто-то помог, он приходит в хорошем настроении на работу, еще кому-то помог. Есть известная-известная история на эту тему, как один отец пришел... Сейчас. В общем, я не помню сейчас всю историю, там суть была такая, что кто-то начал делать добро, и вот это добро, оно так поворачивалось, 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 ну как бы отмечена цепочка, человек пришел на работу, и он сказал что-то хорошее, доброе своему коллеге. Этот коллега позвонил домой жене, жена там сделала добро продавцу, и так далее, и так далее. Потом дошло до таксиста, и он ехал домой на такси, и таксист ему этому мужику, но он же не знал, это вся прошла цепочка, сказал что-то доброе, что-то хорошее, там, и так далее. Он пришел домой, и пришел к своему сыну, и, значит, пришел к своему сыну, и сын что-то как начал рыдать, вдруг все. И он говорит... А он сыну сказал, что это доброе, хорошее, он с ним до этого долго не разговаривал. И сын, значит, начал рыдать, и потом показывает ему записку, отцу, что он хотел закончить жизнь самоубийством, потому что отец с ним не общается, никто с ним не общается. И, ну, то есть, он говорит, я уже сегодня хотел закончить жизнь самоубийством, а тут ты пришел и, ну, как бы, провел, ну, как бы, добро мы пообщались. И он вдруг понял, что то, что он утром сделал одно доброе дело, по цепочке к нему вернулось и спас своему сына. То есть, это как раз обратная история, как добро порождает добро. И как, а здесь нам написано так, в общем, мы разобрали, что такое производитель зла, что такое производитель добра. Теперь Раша, это человек, который сделал зло, но он не злодей. Злодей, злой человек, это тот, кто производитель зла. Нам говорит царь Соломон, он нам говорит так, на тропинках людей, делающих зло, не стой. То есть, в принципе, эти люди, они не, они сейчас опасные, и поэтому с ними лучше на тропинках не встречаться. Ну, то есть, потому что, вот собрались люди, например, где-нибудь вечером в баре, выпили по бутылке водки. И, значит, кто-то заходит, они, ну, начинаются, подрались, там. У меня есть история, один какой-то дальний родственник, ну, мой дальний родственник, там, через жену. И он был в выпускной вечер института, хороший парень, только закончил институт, все. И, значит, тут приходит, приходит на этот, ну, в выпускной вечер они набухались, ночь, клуб, ну, вечером. Приходит девушка, его друга, со своим новым каким-то парнем. И, значит, этот новый парень, какой-то отмороженный, пьяный, там, ну, такой уже за 30 лет, там, такой. Они все молодые студенты. И этот, который за 30 лет, он начинает, там, ну, что-то к ним доставать, их, там, над ними насмехаться. Этот его друг, ну, это его бывшая девушка, он тоже как-то, ну, ему неприятно. Этот ему дал порожие, этому другу его. А этот мой родственник, он здоровый такой, по 2 метра ростом, он за друга заступился. Того дал ему порожие, тому. А тот упал и ударился, там, во что-то, об угол какой-то, все. И у него сотрясение мозга, там, в больницу, ну, то есть, реально подсудное дело. Им грозит, типа, они его вдвоем избили, и, там, там, по 10, по 15 лет могли сесть в тюрьму, за то, что пришел какой-то пьяный дурак, и к ним же сам начал переставать в клубе. И это называется, на тропинках злодеев не ходи. То есть, если ты видишь, что это место, где собираются люди, которые, ну, неадекватные, они могут сейчас сделать зло, лучше обойти 20-й дорогой, предупреждают на царь саму. Теперь, а на путях злодеях вообще не показывайся, потому что есть люди, которые специально они ищут, кому сделать зло. То есть, они, ну, это профессиональные преступники, которые ищут тех, кому надо сделать зло. Это их профессия, они прямо этим живут. То есть, у них есть конкретно, прямо такие, знаешь, планы. Итак, что сегодня будем делать? Кого сегодня будем грабить? Кого сегодня будем убивать? И где сегодня? У них дневник успеха. Значит, вообще, от таких надо держаться подальше. Значит, дальше, 15-й отрывок. Парегу и альтавор, альтаворбо. Праегу. Такое слово. Праегу, альтаворбо. Сте, мэалав, вавор. Парегу. Что такое парегу? А вот их, избегай их. Значит, альтаворбо. Не проходи там. Сте, мэалав, вавор. Терны вэмфрумит, пасит бай. Значит, здесь он нам дает, дает он нам указания, как, как избегать. Потому что их тоже не просто избегать. Их избегать. Первое, он говорит, лучше всего избегать их вообще в принципе. Чтобы у тебя не было с ними, нету контакта. Вообще нет контакта. Чтобы они тебя не видели, ты не видишь их. То есть нет у вас, вы вообще в разных мирах живете. Да? Они выходят, написано, все вот эти злодеи выходят, когда солнце садится, только они просыпаются. А ты уже законом солнца спишь, тебя нету, вы не встречаетесь. То есть они потом всю ночь там бухают, гуляют. А утром они ложатся спать. А ты утром как раз проснулся, сделал все свои дела с восходом солнца. И быстрее спать. Это первый идеальный вариант, чтобы не встречаться со злодеями, вести здоровый образ жизни и вставать с восходом солнца. Это первое. Избегай их. Альтаворбо. Это нам сказали. Не ходи по тем местам, где они ходят. То есть в принципе избегай даже, пускай ты живешь в обычном режиме, да? Ну в обычном режиме. Но не заходи в ночные, где они все собираются? Казино, ночные клубы, какие-то там забегаловки, эти самые, бары. Наливайте. И так далее. То есть эти все места в них не проходи. Дальше. Стэм, а лав. Если он все-таки тебя спрашивает, там, в который час, и все. Убегай. Убегай от него. То есть ты должен вообще убегать. Вавор. И проходи мимо. То есть притворяйся, как... Помните, этот был фильм, когда он... Который час, а не моешь, что ли? Да. Когда в этом переходе, да? Такой, ну, бандитского вида, вот точно так надо себя вести. Который час, а не моешь, что ли? Да. И уходи. Значит, это был нам совет. То есть любыми путями избегать общения с преступными элементами. Потому что, ну, это может плохо закончиться. Я рассказывал уже много раз эту историю, как когда-то в спортинтернете. Была вот конкретно в моей жизни такая ситуация. Я не знал тогда Мишли, но где-то вот Бог меня спас. Что у меня было два знакомых спортсмена. И мы шли втроем. Вернее, я шел, а они шли вдвоем. И с ними шел еще один вот именно бандит, который был производитель зла. То есть он, как я знаю, что он производитель зла. Человек, который может там издеваться над котенком, я ему отрываю там лапы. Он не может быть нормальным. Это не делает человек там в виде мести, что ему котенок сделал. Он реально такой источник зла. И это был вот именно из такого, такой типаж. Такой жестокий, прямо, ну вот бандит такой, да. Есть эти люди по природе. И два спортсмена были, ребята из спортинтерната, нормальные ребята. И они шли вместе, говорят, пойдем там пиво пить, все. Я говорю, я не пойду. То есть меня такие люди-злодеи всегда, ну вот внутренне отталкивали. И я не пошел с ними. Они пошли пить пиво. Потом они там познакомились с каким-то парнем, который был из обеспеченной семьи. Которые там, ну как-то они познакомились, начали вместе пить. Потом пошли к нему домой. И этот злодей его в целях грабежа убил. Зарезал. Тут, конечно, критик, соседи, милиция, все. Они выпрыгнули втроем из окна, убежали. Значит, их поймали. Оказалось, что этот парень был из семьи. У него там какой-то родственник был, там, генерал милиции. И их по полной программе всех там по 9, по 10 лет, хотя они были еще там, ну, они были уже совершеннолетние, по 16, по 17 лет там было. Но и они сели в тюрьму на полные строки без, ну, то есть их по полной там, да, призанули. Все, значит, тот парень, который пошел пиво попить, убит вообще, это он не знал, этот Мишли, он не знал, что советовал царь Соломон, что нельзя вот такие места идти, где собираются злодеи. А эти ребята не знали, что нужно от злодеев убегать. И даже если ты с ними находишься, они его не трогали. То есть они были просто соучастники, оказались в убийстве, хотя они не трогали, не убивали. Ну, то есть, вот такая вот ужасная история, которая, если бы в школе преподавали вместо математики притчи царя Соломона, то детям бы с первого класса должны были бы объяснять, что конкретно 15-й отрывок, Пареу, избегай их, не проходи по путям, по которым они ходят, уходи от них и убегай от них. И, ну, то есть все, вообще, если есть зло, не общайся, не общайся, пока не исправится, все. Значит, сколько у нас уже прошло времени? 18 минут. Значит, мы сейчас... Значит, 16-й посух, 16-й отрывок. Тело я шну имло яреу. Потому что они засыпают, они пока не сделают зла. В них зла шнатам имло якшилу. И не могут они заснуть, пока они кого-то не споткнут. Ну, не ограбят, не... Ну, то есть пока они не сделают что-то плохого, да? Значит, интересно. Я когда-то посмотрел, мне было интересно, вот здесь мир... Ну, огромный мир есть. Люди сидят в тюрьмах, да? То есть почти в России все вместе где-то около миллиона человек. То есть миллион человек – это огромный город, это исправительные все заведения, тюрьмы и так далее. Миллион человек сидит одновременно, да? То есть это огромное количество людей. Это мужчины, ну, в основном мужчины в возрасте таком от там 16 и до 60 лет. Миллион человек. Они живут по определенным, у них есть внутренние законы, называются воровские понятия. И я интересно посмотрел воровские понятия. Если вы посмотрите в Википедии воровские понятия, то одно из воровских понятий, знаете, какое? Вовлекать воровские понятия молодежь. Прямо так в Википедии было написано, их там 6 основных понятий. Вовлечение молодежи в воровские понятия. То есть они конкретно, прямо у них система. У них есть приближение, да, есть вот, например, есть, да, похоже, что есть организации, которые приближают к служению Богу, да, керувные организации. А у них есть организация, которая приближает к воровским понятиям. То есть это некий мир, в котором, и причем интересно, что внутри этот мир построен, что между ними должна быть абсолютная честность. Но этот мир, он сам по себе, в общем, живет по законам, есть заповедь, не воруй, да, нельзя воровать, нельзя брать чужую собственность. Но он, в принципе, отрицая, ну, одни из божественных заповедей, да, то есть он построен. Но внутри он построен, используя, опять же, понятия такие, как честность, как, ну, там, непонятно. Причем интересно, там было написано, что до последних лет один из самых у них был, ну, считался, как бы, эталон честности, там, еврейский какой-то дедушка, который был у них, вот он, ну, ему все, когда был, третейский судья, там, ну, именно судья, который разводящий, который, чтобы все было по справедливости. Был такой еврейский дедушка, который, кстати, интересно, у них есть вот эти вот, ну, которые воры, они там не могут иметь собственности. То есть они, как бы, вот как был пророк Шмуэль, он ходил, у него была одна табуреточка и чайник, лявдель, да, но он ходил, он говорил, я ни от кого ничего не взял, я ни от кого... То есть, так интересно, построен вроде бы мир, как говорят, что шетер, шетер, да, ложь, если мы возьмем эти буквы, шетер, то они все стоят на тоненьких ножках. Эр, рейш, на тоненькой ножке, шин, она внизу, как уголочек, кув, она тоже на тоненькой ножке. То есть, у лжи нет ног, она не могла бы стоять, если бы она не была зацеплена на иметь, на истину. То есть, истина дает ей подставочку, да, такую. И, то есть, сама эта система, она, она, как бы, анти, ну, антибожественная. Но для того, чтобы она, молодежи надо привлекать, мы в Мишле в первой главе читали, как они завлекают, как злодея завлекают. Иди к нам, будем жеребий кидать у нас все честно, твой общий у нас будет тис, общий карман у нас будет, один за всех, все за одного и так далее. То есть, они используют, как коммунизм использовал честные лозунги для того, чтобы, коммунизм это, кстати, еще более воровские понятия, да, давай у всех все заберем и поделим. А у кого заберем? Ну, как, у кого, у тех, у кого есть, у капиталистов, а что, они, они злодеи, мы их объявляем злодеями, все. У него есть завод, все, этого достаточно, что он злодей. А он же его построил, а не важно, что он его построил, все, у нас по нашей системе он злодей, заберем, поделим. Но если это делят злодеи, то что будет дальше? А дальше, между тем, кому они обещали поделить, они им говорят, парни, только сдайте паспорта. А что сдать паспорта? А чтобы вы никуда не уехали, вы же уже совладельцы фабрити. Ну, ладно, и парни, вы будете на фабрите работать. А чем мы должны на ней работать? Ну, вы же не тунеядцы, она же ваша, вы должны работать. А если я не хочу работать? В тюрьму. Все, понял, этих забрали, между этими поделили. Между теми, кого поделили, они теперь в тюрьме рабы и должны работать. Ну, это коммунизм. А лозунги, красота, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Значит, да, все, вообще красота, честность, братство, правда. Какая братство правда? Представляете вообще, как мир устроен? Поэтому мы знаем, что злодеи, они не дремлют, они реально не дремлют. Они создают свои керувные приближающие организации. Написано, что для того, чтобы зло победило, не надо, чтобы зло было слишком активным. Достаточно хорошим людям ничего не делать. Просто расслабиться, ну, типа, как пойдет, так пойдет. Поэтому, учим Тору, делимся этим видео, со всеми спасать, будем спасать, будем людей от зла. Делимся видео, подписываемся на портал ВАИКРА. Выполняем заповеди и создаем добро, создаем прям конкретно вот эти вот волны такие, заповеди, добра, изучения Тора. То есть каждый должен проявить активность, потому что если хорошие, добрые люди не будут проявлять активность, тогда злодеи, они все захватят опять. Сейчас с разных сторон подступают. Там гомосексуалисты напирают. Знаете, как Роминовичу и жалобы, да самое, ему говорят, а что вы уезжаете из Советского Союза? Он говорит, смотрите, когда-то, говорит, когда при Сталине за это расстреливали, при Брежневе садили в тюрьму. Потом это стало нормальным. Я смотрю, что с такой динамикой скоро это станет обязательным. То есть они прут с одной стороны, да, скоро станет обязательным. Значит, воровские понятия вовлекают с другой стороны. То есть мы должны распространять свет Торы между людьми. Пожалуйста, распространяйте свет Торы. Все, удачи, успехов.